А следующий сюжет для тех, кто хочет заниматься своим делом, но боится бумажной волокиты. С начала текущего года в Нининском округе начала работу программа для самозанятых. Подробнее на эту тему в следующем материале. Про оздоровительный центр Ирины Алтуховой в Нарьинмаре знают многие. Ирина, врач-терапевт по образованию, уже более 20 лет занимается традиционной народной медициной и уверена, что именно этот вид лечения может помочь прожить человеку долгую здоровую жизнь. Однако врач напоминает, что перед прохождением любой медицинской практики необходимо пройти консультацию специалиста. Пиявки творят чудеса. Вот это маленький такой червячок, который действительно нас может исцелить. Так как самое главное у пиявки – это ее слюна. То есть в момент укуса она впрыскивает слюну, которых больше 100 ферментов, полезных для нашего организма. И естественно снимается сосудистый спазм, мышечный спазм, улучшается кровообращение, растворяются холестериновые бляшки. То есть чистится кровь, омолаживается весь организм. Для лечения используются только специальные медицинские пиявки. А после каждой процедуры врач утилизирует отработанных червей прямо на глазах у пациента, чтобы не было сомнений в том, что их используют один раз. Есть и другие мощные инструменты в медицинском арсенале Ирины – висцеральный массаж и кинезотерапия. Это один из вариантов лечебной физкультуры. При правильном дыхании сокращается мышечная ткань, и мышцы наши наполняются кислородом. Вытягиваются ручки, делаем вдох. При выдохе у нас идет тяжесть. Мы выдыхаем, и мышцы сокращаются и выделяют углекислый газ. И таким образом мы насыщаем организм кислородом. Путь к самозанятости у Ирины был долг. Сначала она открыла общество с ограниченной ответственностью, затем перешла на индивидуальное предпринимательство. Но все эти формы организации отнимали много времени и сил. И как только в Ненецком округе был введен новый специальный налоговый режим для самозанятых, она одна из первых перешла на него. Это очень удобная программа, так как она занимает очень мало времени. И рабочее время экономится в довольно большом количестве. Помощь с переходом оказывает Центр развития бизнеса. Специалисты проводят консультации, а также бесплатные обучающие мероприятия с участием приезжих практиков, имеющих большой опыт работы в этой области. У самозанятого намного проще жизнь, если в двух словах, потому что самозанятому совершенно не нужно не оформлять какие-либо декларации, отчеты. С налоговой самозанятый не контактит. Самозанятый единственное, что делает, регистрируется в своем приложении и оформляет все свои действия через услугу, которую он оказывает посредством оформления чека, через приложение. И все. Работа в приложении – одна из самых простых форм ведения своей деятельности. Здесь не требуется даже кассовый аппарат. Но есть свои ограничения. Например, доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,5 миллионов рублей. Подробнее узнать о перечне видов деятельности самозанятости, условиях перехода и других особенностях можно в Центре поддержки предпринимательства, в Центре развития бизнеса по адресу улица Ненинская, дом 3 или по номеру телефона 2-30-15. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север.